всех приветствую сегодня хочу записать видео снова о мухоморах но не трип репорт или микро дозинг а просто отчет человек съел 10 грамм сухих мухоморов и пошел с другом гулять в лес ну и собственно об этом и будет история хочу забежать наперед на будущее пока что я сделаю наверное перерыв с позитивными или нейтральными рассказами о мухоморе и хочу следующее видео записать именно bad trip о мухомор то есть человек съел слишком много мухомора и были мягко говоря негативные ощущения последствия действия обратная сторона мухомора ну это будет в следующем видео а сейчас напоминаю что я не к чему не призываю ни что не рекомендую употреблять без как бы без разрешения вашего врача лечащего или семейного ну и поехали съели с другом 10 грамм натощак эффект появился примерно через 30-40 минут появилось ощущение легкой тошноты головокружения и легкая мигрень меня не рвало и не тошнило сколько сильного дискомфорта я не испытывал это состояние было похоже на алкогольное объединение это длилось примерно 20-30 минут вместе с этим в теле была своеобразная легкость или невесомость может кто-то сказал бы ощущение полета это я заметил когда отпустила тошнота и мигрень все это время с момента приема гриба мы гуляли по лесу и разговаривали прошло полтора полтора два часа как я съел гриб было состояние в котором можно пройти любое расстояние и не устанешь и не заметишь как далеко ушел кстати легкое такое отступление я на каналах на других каналах смотрел блогеров и там есть интересная проверенная информация если человек заблудился в лесу и это время года когда растут мухоморы то можно съесть одну ножку только ножку одну от мухомора просто сорвать гриб отделить от шляпки и просто съесть ножку и он придаст силы он придаст силы и возможно кому-то это спасет жизнь если вы уже заблудились в лесу обессилены и не знаете что делать вот одна ножка мухомора может спасти вам жизнь в общем приятное головокружение ощущение легкости все круто и прикольно решили зайти в гости к нашему другу попить чай вдруг в теме что мы ели мух мухи и поэтому мы не паримся пока мы дошли пока приготовили чай под мухами мы были уже три три с половиной часа мне хорошо я за собой ничего особенного не замечаю сидим общаемся пьем чай и тут я замечаю что слегка нарушена координация движения когда беру чашку она легкая а когда ставлю она бьется по посту по столу как пудовая гиря словил прикол внезапно беседу разрывает фразу пиздец тебя размотала ты тараторишь как пулемет с этой фразы все засмеялись меня это развеселило больше чем кого потому что только после этой фразы я обратил внимание на то что с меня убирали уже минут пять темы для разговоров у меня и у друга с которым ели грибы появлялись на 1 2 и про грибы и про книги кастанеды кстати опять отступление книги кастанеды я сам читал перечитывал несколько раз сильная вещь сильная вещь если сильно вчитываться и понимать о чем там речь на самом деле но это я думаю мы со временем обсудим других моих роликах так про грибы и про книги кастанеды и про отношения и про психологию это они с другом находили разговоры на раз-два мицель так музыка которая звучала из колонок дополняла наши разговоры и время пролетало незаметно было примерно 10 вечера когда мы собрались расходиться по домам 10 вечера в теле была непонятная легкость к 10 вечера в теле была приятная легкость основное действие гриба почти закончилась и я особого внимания своему состоянии уже не уделял принимали грибы в 12 дня интересный отчет то есть человек съел 10 грамм мухомора это сушеного мухомора сушеных шляпок мухомора это многовато это реально многовато и или у этого человека такое восприятие этого гриба или не знаю что на это повлияло но 10 грамм это не для всех насколько я знаю люди которые трипуют от мухомора ну то есть входят в трип понимают слова трип люди с 6 грамм уже попадают в трип некоторые даже меньше Вишневский это человек с высшим образованием он говорит что я точно не помню но вроде бы он говорит что в трип уже можно случайно или специально попасть вот трех с половиной грамм мухомора сушеных красного красный поэтому 10 грамм ух это это сильно лично я когда употреблял мухомор как микродозирование у меня никогда не было цели триповать муром страшновато если честно потому что потому что начитался и насмотрелся и вот я никогда не превышал дозировку в полтора грамма максимум сколько я ел а точнее пил в виде чая мухомор красный шляпки это полтора грамма и то был такой момент когда это себя очень уже так бодренько чувствовал и уже чувствовалась какая-то граница как будто бы я сейчас или потеряю контроль или потеряю сознание или знаю просто просто начну кругами бегать от какого-то восторга то есть какая-то была непонятная для меня граница полу страха полу восторга полу не знаю еще какого-то смешанного чувства то есть моя граница полтора грамма сушеного красного мухомора если грамм это ухо это конечно так что заслушав это видео если вам придет в голову просто так скушать 10 грамм мухомора и я бы не рекомендовал абсолютно и так не рекомендую без собеседования с врачом ничего принимать а уж тем более вот так и такие дозировки еще раз напомню что кстати вот человек скушал не много не столько сколько употребляют другие люди и получился бы три об этом я расскажу в следующем своем видео постараюсь по крайней мере там будет долгое такое видео то есть как раз его можете в принципе оставить на пятницу потому что там я просто в клейку сделаю видео при монтаже оригинальный голос человек он просто рассказывает свою историю что с ним очень интересно я два раза прослушивал очень интересно правдиво жизненно рассказывает человек так как есть без при украшении просто вот так как есть ну и собственно чтобы вот такие вот видео не пропускать в дальнейшем кстати 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 в дальнейшем я хочу поднимать темы не только про мухомор я хочу поднимать темы и про другие грибы например хороший гриб ежевик грибенчатый это он идет как лекарство я хочу поднять тему по поводу этого гриба там мозги вроде бы у людей становятся эффективнее лучше выздоравливают люди кстати даже очень серьезных болезней вроде бы если я не ошибаюсь паркинсон и очень штуки деменция вроде бы отступаются при столкновении с ежевиком грибенчатым но это мы позже потом обсудим и вот такое хочу обсуждать и хочу обсуждать вещества которые очень сильно влияют на человека опять же я их не хочу пропагандировать я просто хочу обсудить их как бы со стороны просто вот со стороны наблюдателя выводы вы уже будете делать сами это такие вещи будут как допустим а я у вас все ласаде новая грибы такие еще подобно подобные вещи также хочу дальнейшем обсуждать ранее упомянутого карлоса кастанеду можно будет поговорить о пошу и вот подобных вещах можем со временем затронула затронуть конспирологии мне эти темы нравятся я люблю посмотреть такие видяшки и хотелось бы их обсудить в комментариях то есть чтобы это было не какая-то просто тупая пропаганда чего-либо а допустим рассмотреть какую-то ситуацию непонятно подозрительно вполне с трезвыми глазами без пелены рассказать потому что в нашем мире есть много вещей которые необъяснимы которые которые стоят обсудить а их не принято почему-то ну в общем я уже затянул это видео подписывайтесь обязательно на канал комментируйте мне любые ваши комментарии особенно сейчас в начале старта этого канала мне очень нужны ваши комментарии лайки дизлайки все 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 нужно для того чтобы алгоритмы сработали на ютубе и мои видео распространялись как можно дальше и как можно больше людей увидела появились подписчики и тогда будет легче вообще подбирать тематику для моего youtube канала потому что я буду читать комментариях что вы хотите услышать увидеть на моем канале понимаете особенно мне будет интересно обсуждать те темы из комментариев где сама больше лайков то есть кто-то что-то прокомментировал предложил и люди начали лайкать вот этот вопрос или эту тему вот такие вот темы я обязательно буду пытаться может быть вот в таком формате как сейчас рассказывать будем посмотреть как говорится ну все подписывайтесь обязательно нажмите на колокольчик чтобы вам оповещение приходила когда я буду выкладывать новое видео ну все всем добра до встречи